Приветствуем, друзья! Очередное видео для вас. Хорошего вам настроения. Сегодня у нас будут интересные статьи «Как поймать рой» или «Роеуловитель» называется. Из журнала 1960 года номер 10. Один пчеловод тут описывал в то время колхоз «Красная звезда» Суражского района Брянской области Чебатура успешно пользуется рой-ловителем. Как только начинает выходить рой, он ставит раевню со специально изготовленным лотком широкой стороной клетку. Пчелы с маткой входят в раевню и размещаются там. Раевня с одной стороны заделывается металлической решеткой, с другой, куда входит лоток, полотно. Как только раевые пчелы войдут в раевню, она убирается в прохладное место. Итак, друзья, сейчас я вам покажу, как это устроено. Вот такой вот лоточек. С одной стороны он вставляется прямо в литок, а с другой стороны одевается, как говорится, раевня, и все закрывается полотном, чтобы оно прошло. и вот широкая сторона прямо подводится прямо к выходу, ну, так сказать, где литок у нас. Вот. И сверху эта широкая сторона до вот этого буртика верхнего закрывается этим самым полотном, чтобы пчелы не выскочили. А дальше они уже выходят вот в маленькое, после этого буртика, в маленькое отверстие все сходятся сюда и попадают в раевню, которая одевается на это, на маленькое, и, как говорится, там с маткой вместе он их потом забирает. Хочу сказать, опыт этого, так сказать, уловления раев. Ну, это работает при условии, что пчеловод знает, когда у него будет выходить пчелы. Ну, он постоянно находится на пасеке и наблюдает, и уже знает, что в этот период времени, допустим, с 1 мая по 10-е у него будут выходить раи. Ну, обычно раи выходят с утра, где-то с 11, может, с 10, по разной местности, ну, и до 3 приблизительно в таких вариантах, так сказать. Здесь он находится на пасеке, дежурит в этот промежуток времени, несколько дней, когда идет раевая пора. Ну, это надо дежурить, наблюдать, и когда выходят первые пчелы, они как с пушки вылетают, так одна за одной. Вот. То я наблюдал даже на видео в Германии, когда еще сопетки там показывают видео, у них специальные такие, как чулок, широкие такие вот мешочки опущенные, висят отдельно на гвоздики, когда он увидел, что выходит рой, он подходит и этот мешочек раз, нахлобучивает, и весь рой попадает прямо в этот мешочек. Ну, такой, сетки сделаны, как вот, знаете, складывается. Вот так, мешочек сложил, там кольца висят, из сетки потом сложил, и все, рой поймал, повесил, рой поймал, повесил. Там у них определенные гвоздички были, а потом эти раи уже распределяют, как говорится, ну, куда их надо, то ли в прохладное место, а потом уже подготавливают им место, куда высыпают их, и чтобы они там развивались. То есть, этот процесс используют люди и ловят раи. Это приблизительно на этой базе основан этот процесс. Подставляется как к клетку, вот, закрывается материей, а с другой стороны подставляется раевня, в которую входит эта матка. Вот, поэтому вот так вот ловятся раи, если вы находитесь на пасеке. Ну, что еще добавить к этому, хочу сказать, что последнее выходит матка. Последнее. Поэтому, когда пчел начинает вылетать, если несколько там, ну, половина пчел вылетела, ну, вы уже подошли попозже, вставили эту раевню, закрыли литок, они обязательно все равно будут продолжать вылетать. И когда эта матка последняя вышла, как говорится, то она попала в раевню. И эту раевню можно подвесить, и пчелы, если они там скублились, то они будут искать матку. И они обязательно увидят, что это пчелы здесь, у них один запах, и они могут облепить раевню, и поэтому этот рой не вернется назад, даже если он где-то, он будет искать матку в воздухе, они прицепятся к этому, к этой раевне, так сказать. То есть, таким образом можно ловить раи на пасеке. Вот такой метод предлагается этими людьми. Ну, он, конечно же, это если небольшая пасека, и можно наблюдать, вот, если это у вас бывает такое, то можно таким образом поймать рой. И не лазить наверху, на низ, или еще кругом, но, как говорится, быстренько его поймать. Еще интересная информация. Гниздовая рамка со щелью. Ну, это предполагается такой вариант. Под таким названием я прочитал заметку в журнале пчеловодства номер 5. Предложение автора заметки, на мой взгляд, малоценное. Во-первых, производство таких рамок излишне усложнится и удорожится. Во-вторых, создадутся благоприятные условия для размножения в этих щелях восковой моли. Ту же щель, то есть проход пчел зимой из улочки, в улочку я осуществляю путем прокалывания 5-6 дырочек в сотене непосредственно под верхним бруском рамке. Пчеловодством я занимаюсь с 18-го года. Ну, это старинный журнал, то есть с 1960-го года, а люди в то время еще живые были. Несмотря на то, что пчелы зимуют на воле, не было случая, чтобы когда-либо они не смогли перейти из улочки в улочку. Ну, приблизительно покажу, что они тут предлагают. Я уже это самое предлагал. Вот, представьте, это сота. Предлагают пропилить по центру этой соты отверстия, чтобы пчелы проходили. Один предложил, а другой говорит, нет, так не пойдет, потому что ослабится брусок. Вперед я еще читал, даже предлагают просверлить отверстия, несколько, три-четыре отверстия, чтобы пчелы могли переходить, бо они тяжело им переходить через верхний брусок. Ну, еще лучший вариант, почему тяжело, это зимой, зимой говорится, на зимовку. Еще лучший вариант предлагает проделать отверстия раз, два, три, четыре, пять под бруском. Когда пчелы доходят до меда, они тут поедают, обычно они так и клуб идет сюда, здесь вот они пятачком, если это интер-вход, как говорится, отсюда, а это задняя стенка, то они отсюда пятачком поднимаются и идут, идут, и здесь обычно медок вот так вот вниз. Вот. Если они тут что-то поели или с той стороны не хватило пчел, то они всегда пересортируются, пролезли, если тут один, два, три, четыре, пять, то они всегда могут пересортироваться, перелезть, и если кончилось с этой стороны что-то, они свободно перелезли на ту сторону и перелезли дальше и дальше через такие вот отверстия сверху. То есть, ну, таких рамок у нас, как говорится, на зимовку идет восемь рамок, семь, шесть, ну, все зависит от какая семья, то вот этот процесс, ну, более, так сказать, качественный для зимовки пчел. Ну, некоторые могут сделать еще посередине, поэтому не делается, что некрасиво посередке, а под верхом и пчелы иногда прогрязают. Вот такая вот информация, можете взять во внимание, она работает. Так, еще один способ, небольшая статейка, в 59-м году четвертом номер журнала пчеловодства была опубликована статья пчеловода одного Добахова. Как быстро усилить слабые пчелиные семьи. Заинтересовавшись его советами, я решил им сразу же воспользоваться. Весной того же года в одной из 15 семей моей приусадебной пасеки пропала матка. У него было 15 семей, в одной пропала матка. Пчелы этой семьи не полностью занимали четыре рамки. Имея нуклеус запасной матка, я присоединил его к безматочной семье. Ну и после этого в гнезде не создалось условий, в которых матка могла бы работать на предельно высоком уровне. Ну, мало пчел было. Спустя две недели, когда зацвели сады, в садах этой семьи я обнаружил по два, три яйца в каждой ячейке. Ну, это означает, что матка хорошая была в нуклеусе, и она разогналась, ее кормят хорошо, но так как обсиживала пчел мало, и она не могла выйти из этого клуба, который обогревал, потому что там яйца она, если бы насеяла, они бы пропали, как говорится. Поэтому она в этой теплой эреи всегда в местности всегда села, и так как ее кормили хорошо, то приходилось по два, три яйца ложить в каждую ячейку. Стало очевидно, что матке явно не хватает места на сотах для кладки яиц, а поставить улей новые соты было нельзя из-за слабости семьи. То есть, это я пояснил, что семья не могла больше обогреть. Если поставишь соты, семья расширяется, и можно подхватить гнилец или заслуживание расплода. Вот к этой-то семье я решил применить этот способ. Какой способ? Обращаю внимание, друзья. Систематически отбирая в нее гнезда по одной рамке с засевом, я переносил их улей с сильными семьями. Понятно? Если непонятно, поясняю. В этой семье было четыре рамочки стояло. И они обсиживали четыре рамочки. И вот он засеянную рамочку вынимал и ставил в ту семью, в которой было больше пчел, шесть, семь, где свободно они обогревали. И они могли эту рамочку быстро вырастить. Этот расплод. Считаем дальше. При этом на верхних брусках рамок ставил дату постановки. А через шестнадцать дней возвращал их в ту же семью. Поясню, что это означает. Это когда он вытащил рамочку, посмотрел, она засеяна яичками. Почему шестнадцать дней? Три дня яички лежат нераспечатанные. Вот. Он вынимает рамочку с яичками, ставит другую семью. Плюс шестнадцать получится девятнадцать. Вот. Девятнадцать дней это уже рамочка запечатанная. Закрытый расплод. Но через два дня начнет выходить запечатанный расплод. Запечатанный расплод сам себя греет. И поэтому он его свободно через шестнадцать дней от сильной семьи вынимал и ставил слабую семью. И в итоге слабая семья сеяла матка и этот же расплод от этой матки только выращивали расплод сильные семьи. Итак, читаем дальше. После этого семья начала быстро усиливаться и к началу главная взятка полностью заняла двенадцати рамочные ули с магазином. По продуктивности она не отстала от сильных семей пасеки. Считаю, что такой способ усиления слабых семей заслуживает особого внимания и может быть с успехом использован повсеместно. Да, это приблизительно интересный способ. У меня на моем видео есть семья донор, можете посмотреть. Работает неплохо. Я использовал в этом году, отбирал постоянно, давал для выкормки и эти семьи, как говорится, и в слабые семьи давал, которых матки выводились, так сказать, отводки были. То есть эти семьи как раз в то время не развивались. И в обратном варианте тоже этот вариант работает. Можно от слабой забирать засевчик и ставить сильную. Или от сильной забирать засевчик ставить слабую, если там нет матки. Имеется ввиду, что если она не загружена. Итак, друзья, еще небольшая статья называется «Отвечаем на вопросы читателей». Вопросы и ответы. Во время работы на пасеке одна пчела силой ударилась вопрос о лицевую сетку против глаза. И сразу же я испытал боль в глазу и слезоточение, как будто бы в глаз попало деколон. не выделяет пчелы каким-то способом яд, кроме ужалений. Миронов задает вопрос. Ответ. Этот случай можно объяснить следующим образом. Известно, что перед ужалением пчела круто подгибает брюшко, а мускулатура жала начинает сокращаться и кончик жала неоднократно высовывается на рожу. При этом на острый жала появляется маленькая капелька яда. Если представить себе, что пчела подготовившись к ужалению на большой скорости ударила о лицевую сетку, то вполне возможно, что капелька яда, выступившая на жале, могла сорваться и попасть в глаз. Пчелиный яд, попавший за веко, вызывает воспаление соединительной оболочки глаза, конъюктивит, который характеризуется болью в глазу, слезоточением и покраснением глаза, каких-либо как-либо нейтрализовать яд, попавший за веко трудно, поэтому в подобном случае надо промыть глаз водой и приметь средства обычно употребляемые при лечении конъюктивита, в частности цинковые капли. Вот такой ответ, друзья, был, ну, случай был, я думаю, что он очень нужный и я решил его, так сказать, этот вопрос-ответ зачитать для вас. Ну и еще тут пару вопросиков. Для борьбы с восковой молей рекомендуется окуривать соты серой, при сгорании которой образуется удушливый газ. Не будет ли вреден для человека окуренный серый мед? Окуренный серый мед в соединение с сернистым газом не входит и поэтому для пчел и человека не вреден. Ответ. Еще один интересный вопрос. Может ли пригореть воск в солнечной воскотопке? А это спрашивает один человек. Воск может пригореть при температуре 250-300 градусов по Цельсию. В солнечной воскотопке температура бывает ниже 100 градусов, поэтому пригореть он не может. И так, дорогие друзья, вот такие ответики. Желаю вам хорошего настроения, хороших просмотров. Если у вас есть какие вопросы, пожалуйста, в конце видео можно еще кликнуть на подходящее видео, которое вам нравится. Удачи, до встречи, подписывайтесь, ставьте лайки, жду ваших пожеланий. Спасибо за просмотр!